Эту тему более подробно мы продолжим с нашим следующим гостем, кандидат исторических наук, профессор Пражского университета, военэксперт Юрий Фёдоров. Юрий Евгеньевич, здравствуйте, рады приветствовать. Доброго вечера. Ой, хотелось бы, чтобы он был добрый, Юрий Евгеньевич, в силу того, что происходит сейчас в Днепре и последствия ракетных ударов. Но я надеюсь, что добрые вечера будут дальше, в том числе и благодаря технике, которая сейчас, тяжёлому вооружению, которая сейчас передаётся Украине. Давайте, Юрий Евгеньевич, о танках. Танки «Леопард», которые сейчас передаются Украине. Как, по вашему мнению, и где, на каких фронтах они могут существенно изменить ход войны, понятное дело, в пользу Украины? Ну, понимаете, танки могут изменить ход войны. Я имею в виду не только «Леопард», но и «Челленджер», и, я надеюсь, «Абрамсы», которые всё-таки рано или поздно придут в Украину, надеюсь, раньше, чем позже, они могут изменить ситуацию на любом фронте. Но прежде всего там, где вооружённые силы Украины начнут наступательные операции. Всё-таки, хотя очень трудно говорить о том, что есть наступательное вооружение, есть оборонительное, любое оружие, ну, практически любое, может использоваться и в том, и в другом качестве. Но, важно другое, наступление без тяжёлой бронетехники невозможно. Точнее, оно возможно, но оно обречено на провал и на колоссальные потери. Поэтому, чем раньше и чем в большем количестве бронетехника, ну, не только танки, нужен весь комплекс бронемашин, начиная от танков и кончая бронетранспортерами, целым рядом специальные техники, ну, например, бронированные там санитарные машины, тягачи, которые могут вывозить повреждённую технику и отправлять в ремонтные мастерские и так далее. То есть, весь комплекс тяжёлой техники, он является для наступления сугубо необходимым. Без этого, повторяю, наступление обречено на неудачу. Теперь, когда и сколько? Генерал Залужный назвал совершенно определённые цифры. 300 танков. 300 танков, если ориентироваться на, скажем, на нормы советского периода или на российские нормы, это танковая дивизия. Ну, или это три танковых бригады. Ну, вот три танковых бригады по 100 танков, каждый там, на самом деле, 96, по-моему, танков, но неважно. Значит, это серьёзная сила, такая танковая бригада может действовать. Ну, такие танковые бригады, точнее, могут действовать как минимум, ну, как максимум точнее, как максимум, конечно, на трёх направлениях. Если три бригады, ну, значит, три направления. Ну, примерно вот в соответствии с определёнными там соотношениями, ну, 100 танков должны иметь при этом, ну, соединения, использующие 100 танков, должны, 300 танков должны иметь примерно там 500-600 бронемашин различного назначения. Вот примерно такая арифметика. А теперь когда? Есть у Запада такое количество танков? Ну, у разных стран по-разному, но у Соединённых Штатов есть, да. Есть, вот если мы откроем, скажем, справочники, издаваемые Международным институтом стратегических исследований, Лондонский институт, очень авторитетная организация, в разделе, посвящённом Соединённым Штатам, можно найти такую цифру, что на складах, ну, в запасе, да, у Соединённых Штатов находятся около 3000 танков Абрамс. Это на складах, не в регулярных частях, а тех, которые ждут своего очереди. Ну, разных модификаций, конечно, разных вариантов, но, тем не менее, вот, значит, такие танки имеются. Когда они поступят? Будем надеяться, что, в общем, решение будет принято. Почему я надеюсь на это? Ну, потому что Соединённое Королевство, Великобритания точнее, значит, решило передать эскадрон танков Челленджер-2. А эскадрон – это 12 танков. Значит, ну, немного, скажем прямо, но, как говорят в Писании, да, каждое даяние во благо. Теперь Польша роту, леопардов рота, готова передать, согласие немецкого правительства, правда, но рота – это 10 танков. Ну, вот, считайте, насколько они могут изменить сегодня соотношение сил. Я думаю, что вот эти поставки, они не очень изменят соотношение сил. Ну, просто из-за своего количества. Но уж сам по себе факт, что начали передавать танки, или разговоры об этом уже переходят в практическую плоскость, с моей точки зрения, это свидетельство того, что принципиальное решение в правящих кругах западных стран в общем принято. Значит, теперь остается вопрос о том, как и когда его будут реализовывать. Юрий Евгеньевич, напомним, давайте вместе с вами, что 20 января произойдет очередная встреча в формате оборонного Рамштана, и очень много вот этих аспектов, о которых вы сейчас говорили, они также будут обсуждаться. Я хотела бы еще добавить вот к тому, что вы сейчас отвечали. А если мы говорим об американских истребителях F-15 и F-16, то действительно, что озвучивали власти украинские, что необходимо было бы получить для контрнаступления. Я хотела бы спросить преимущество над российскими самолетами вот американские истребители F-15 и F-16. В чем оно состоит? Все-таки в летных характеристиках, либо же есть еще какие-то определенные моменты? Смотрите, ситуация выглядит примерно следующим образом. Ну, F-16 – это истребители, их называют самолеты поколения 4+, или 4-2+, 4++. Значит, у России есть похожие истребители с такими же характеристиками. Это самолеты. Это С-34, Су-34, Су-35. Вот они тоже относятся к этому поколению. Там есть целый ряд небольших расхождений в тактико-технических характеристиках, точнее, в способности вести бой. Ну, дело в том, что у Соединенных Штатов таких самолетов много. У России вот этих самолетов Су-34, Су-35 их немного, их, скажем, прямо мало, исчисляются десятками. Теперь, что касается тех самолетов, которые в основном используются на поле боя России, то они устарели по сравнению с F-15 и F-16. Устарели значительно и не выдержат прямого столкновения. Вот в прямом бою друг с другом, ну, как показывают любые, значит, имитационные бои, как показывают, значит, ну, бывают такие, когда на самолетах вот этого класса F-SU, ну, тех, которые уже менее продвинуты, чем Су-35, Су-34, такие самолеты есть у разных стран, и иногда они используются, ну, в таких имитационных сражениях, проверять боеспособность соответствующих классов самолетов. Да, они проигрывают американским. Проблема в том, что F-16 – это довольно капризный самолет, он хороший самолет очень, но капризный, требует очень серьезной базы для обслуживания. F-15 – более практичный. Ну, вот F-15, да. Так что, если Соединенные Штаты решат передать вот эти самолеты, прежде всего, F-15, то они будут, в общем, очень серьезным подспорьем для Украины. И тогда, я думаю, что уже появляться в украинском небе, в украинском, прошу прощения, небе, российские самолеты не будут. Скажите, пожалуйста, Юрий Евгеньевич, в свою очередь, если мы уже заговорили о самолетах, но ведь для самолетов нужно еще и дроны, которые уничтожают вражеское ПВО, потому что абсолютно, если предоставлять самолет, нужна гарантия того, что он будет защищен, защищен в небе. Идет ли речь о таком? Что вы об этом знаете? Насчет дронов я ничего не могу сказать, но я знаю, что, и, собственно, это не секрет, это знают многие, в Украину поставляются так называемые ракеты Харм, это американские ракеты, они уже довольно, ну, давно уже приняты на вооружение, но они очень эффективно уничтожают радиолокационные станции ПВО. И, ну, сразу, поскольку они наводятся по лучу радиолокатора, вот они, так сказать, их радиолокатор освещает, да, в кавычках, ну, они вот этот луч фиксируют, и по нему наводятся прямо вот на антенну соответствующего радиолокатора. Ну, и, ну, ослепляют тогда попросту, ослепляют всю систему ПВО. И они уже использовались несколько раз, вот я так знаю просто из того, что пишут специалисты, несколько раз использовались в Украине уже вооруженными силами Украины для того, чтобы уничтожать российское ПВО, ослеплять его, ну, в том числе вот во время сражений за правый берег, правобережный плацдарм в Херсонской области. Юрий Евгеньевич, появляется все больше информации о сегодняшних событиях воздушной силы Украины. Информация официальная. По многоэтажке Днепра россияне ударили ракетой Х-22, которая предназначается для уничтожения авианосных групп в море. Запуски произведены из района Курска и Азовского моря. Пять пусков было этих ракет, такая же ракета добавляет вооруженные силы Украины, прошу прощения, такая же ракета несколько месяцев назад была использована, когда произошло попадание по торговому центру в Кременчуке. Вы помните все тоже эту ужасную историю. Скажите, пожалуйста, вот ракетные обстрелы, вот хочется от вас пару слов все-таки, комментарий сегодняшних событий. И как вы считаете, я вас не прошу о цифрах говорить, сколько осталось ракеты у Российской Федерации, на самом деле этого никто не может с точностью сказать, но ваш комментарий по поводу сегодняшних событий со стороны Российской Федерации? Вы знаете, ничего принципиально нового в этой массированной атаке против, не только против инфраструктуры, против экономических объектов, но прежде всего энергетических объектов инфраструктуры Россия не устроила. Ну, то, что, конечно, привлекает внимание, это очередной удар по жилым кварталам. Вот это такой, ну, я бы сказал, такой сдвиг в сторону людоедской стратегии, которую часто реализуют на практике российские военачальники, политические лидеры. Это очередная попытка, ну, воздействовать на массовое сознание, подавить волю народа Украины к сопротивлению и так далее. Но эффект прям противоположный. Ничего кроме ненависти и желания отомстить тем, кто разрушает дома, убивает людей, оставляет людей под завалами. Ну, ничего другого, никаких других эмоций такая тактика и такая стратегия не вызывает у народа Украины. Это понятно и естественно. Ну, будем надеяться, что суд либо человеческий, либо божий, в общем, накажет тех, кто этим занимается. Юрий Евгеньевич, вам спасибо за участие в нашем эфире. Юрий Федоров, кандидат исторических наук, профессор Пражского университета, военный эксперт был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова